В Великом Новгороде объявились черные копатели. Объектом их внимания стал Троицкий роскоп. Полиция уже занимается расследованием этого происшествия. Этот случай, кроме как вопиющим, археологи больше никак назвать не могут. На Троицком роскопе кто-то поработал металлоискателем и, судя по всему, ушел оттуда с находками. Черных копателей выдали 40 небольших лунок на земле, присыпанных и аккуратно притоптанных. Их-то в субботу и заприметили ученые и сразу забили тревогу. Вот характерные следы их деятельности, которые отражают процесс, когда металлоискателем в земле он звенит. И они обнаруживают на глубине 10-20 сантиметров в этих вот ямках какие-то металлические предметы. Что это было, что они отсюда унесли, мы ведь даже знать не можем. Скорее всего, эти предметы всплывут где-нибудь на антикварных рынках и потом будут обозначены как беспаспортные. По словам археологов, современные металлоискатели определяют и черные, и цветные металлы. Прибор может указать на старинные печати, серебряные средневековые монеты. Но самое главное, черные копатели нарушили культурный слой. Мы сразу зафиксировали этот факт. И вот вчера выезжала следственная бригада. Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело. Потому что 2013 года в уголовном кодексе есть статья 243, предусматривающая уголовное наказание за ведение незаконных археологических раскопок. Тем более, что люди, которые это сделали, они работали не просто в чистом поле, как они обычно оправдываются. Мы там монетки собираем. Они вышли на территорию Средневекового Новгорода. Троицкий раскоп по всему периметру огражден забором. Двери закрыты на замке. Археологи предполагают, что преступники смогли попасть на территорию с помощью лестницы. Впрочем, точно на этот вопрос смогут ответить только следователи. Нами по поступлению сигнала был организован выезд следственно-оперативной группы на место происшествия. Проведен осмотр места происшествия с изъятием определенных следов, получением информации, представляющей интерес. Сейчас полицейские проводят доследственные мероприятия. А место преступления Троицкий раскоп пока полностью закрыт для посещений. Вероника Корпесонова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.